Итак, всем привет! Вы снова на моем канале Andrius Crypto News. И как всегда у меня для вас есть достаточно интересные новости, которые вам могут быть полезными. И прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас подписаться на этот канал с колокольчиком, чтобы вы всегда оставались в курсе новых интересных новостей и мыслей касательно той или иной ситуации. Это будет вам однозначно полезно. Ну и давайте в конце концов уже начнем. Тема этого видео будет о том, что Ripple не планирует урегулирование дела SEC. Потому что SEC сейчас уже пытается идти на уступки, потому что знает, что проиграет дело. И естественно Ripple, компания криптовалюты XRP, не дает слабину, так сказать. Или мы сейчас видим то, что просадка это была не просто так. И сейчас идет просто возвышенность, где собственно и будет самая главная составляющая. Давайте начнем, разумеется. На фоне продолжающего судебного процесса с комиссией по ценным бумагам и биржам США SEC, юридическая команда Ripple заявила, что у них нет планов платить регулятору. Они уверены, что председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер будет убежден, что расследование дела означает выбор победителей и проигравших в криптобизнесе в ущерб инновациям. Так вот, команда юристов Ripple сообщила, что Fox Business, что не планирует урегулировать иск с комиссией по ценным бумагам и биржам США, он написал в Твиттере такую статью. Цитирую, команда юристов Ripple сообщила Fox Business, что у них нет планов урегулировать споры с SEC по иску относительного статуса XRP. Они уверены, что смогут показать, что Гэри Генслер, ведя дело, выбирает победителей и проигравших в криптобизнесе в ущерб инновациям. И в декабре прошлого года как раз таки SEC подала в суд на Ripple Labs, ее генерального директора Бреда Гарлинхауса и соучредителя Криса Ларсона из-за продажи XRP, заявив, что данный токен – это не зарегистрированная ценная бумага. И спросили, значит, у Гарлинхауса, почему же Ripple не договорился с SEC в январе прошлого года. Почему же? И ответ таков. Не могу вдаваться в подробности, но зная, что мы пытались и будем продолжать попытки с новой администрацией решить эту проблему. Таким образом, чтобы сообщество XRP помогло продолжать вводить новшества. Потребители были защищены, а упорядоченные рынки сохранены. И сторонники Ripple и XRP надеются, что новый председатель SEC Гэри Генслер, преподававший криптовалюту в Массачуссенском технологическом университете, отклонит XRP. Они считают, что имел место конфликт интересов с бывшим председателем SEC Джей Клейтону. В августе государственный надзорный орган начал расследование обстоятельств судебного процесса XRP с участием Клейтона и высокопоставленного представителя SEC Уильяма Хинмана. Генслер показал, что признает инновации во время слушаний в банковском комитете Сената США. На прошлой неделе сенатор, выступающий за биткоин, Синтия Ламис, спросила его, поддерживают ли его ответственные инновации? На что он, конечно же, отвечает? Конечно же. И имеет в виду, что они несут свет в комнату. Это дало возможность проводить смешанное слушание с другими участниками. Имеет в виду, что инновация это то, что поддерживает доступ и экономическую активность и дает многим из нас лучшие возможности в жизни. И тем временем, конечно же, криптовалюта Ripple XRP возвращается на некоторые торговые площадки, с которых она была удалена из-за конфликта с SEC. В частности, сегодня известно, что токен одержал победу в повторном листинге в Японии, где монета снова будет доступна для торговли на криптобирже Тао Тао в конце этого месяца. И это, естественно, просто чудесные новости. Потому что с каждым разом XRP возвращает свои доблестные места и будет двигаться только вперед. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok